СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ Репрессии, подмена ценностей и безумная цель построить светлое социалистическое будущее согласно Кодексу строителя коммунизма. Да, как говорят ветераны, было много хорошего. Но почему ради этого хорошего, ради промышленного рывка, нужно было уничтожать миллионы людей и ломать судьбы многих семей? СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ В советское время я работала больше всегда с людьми, с коллективом, возглавляла коллективы во всех этих. И работая как руководителем, конечно, опиралась прежде всего на доброту, на честность своих, на исполнительность. А сама-то жизнь нас заставляла изучать задачи, цели партии, которые по Кодексу коммунизма, в общем-то, всегда требовали от руководителя. Но, слава Богу, я не преподавала вот хоть это. Но они, конечно, переплетаются с законами Божьими, все заповеди. Это уже, как говорится, когда пришла в храм, уже четко определяли. А тогда мы знали, что порядочность, исполнительность, вера в добро, теплоту, уважение – это было прежде всего основные цели в моей жизни и в работе, как говорится, всех коллективов, с которым работала. Смысл моей веры – это падение и восхождение к чему-то, к высшему. И всегда, после каких-то падений и восхождений, всегда чувствовалось, что кто-то помогает. Менялись названия населенных пунктов. И вместо былой красоты старинных русских городов появились новые, советские города. Об этом храме я помню, когда приехала в город Сыктывкар в 1966 году, обучаясь в медицинском училище. И в своей учебе имела активную жизненную позицию, была общественницей. Выбрана была, как все мы были, комсомольцами, лидерами. По молодости своей мы не обращали внимания именно на это здание, зная, что это церковь, а обращали внимание, что перед куполом было дерево, завор и мастерские, техника, что-то здесь ремонтировали. Но в здание мы сами не заходили, такое впечатление, что оно не было работоспособным. Мысли у нас, например, или у родителей о возрождении этого храма тогда, в тот советский период, даже и мыслей не было абсолютно. Все были, как говорится, в своей скорлупе. Пронеслось несколько десятилетий. К 1980 году власти хотели полностью уничтожить духовенство и разрушить все храмы. Как раз в 60-е, когда руководители страны советов грозились закрыть последние храмы, истребить всех священников и переформатировать сознание народа, родились многие, кто в 90-е примет священный сан и будет восстанавливать из руин разрушенные святыни. После войны, когда было послабление, даже пытались местные жители Кируля, хотели, чтобы храм вернули. Но городсполком, местные власти потребовали какую-то большую сумму, чтобы за восстановление. Даже хотя бы сумма была неподъемная, и поэтому храм не передали. В общем, требовали какие-то переговоры, передачи, но без успеха кончились. Потом уже здесь к музею был. Потом в 89-м году поставили вопрос именно о возвращении его церкви, и местные власти противились этому. Даже можно почитать интервью того времени, даже странно, там такие министры культуры выступают, что церковь хорошему не учит, что здесь церкви отдавать нельзя и так далее. Такие вот давались прямо в газетах заявления. И случилось невероятное, но очевидное. В 1988 году в СССР торжественно отметили тысячелетие Крещения Руси. Подготовка к торжествам длилась 8 лет. С того момента, как 23 декабря 1980 года святейший патриарх московский и всея Руси Пимен, фронтовик, в прошлом старший лейтенант решил праздновать этот великий юбилей. Даже Генеральная ассамблея ЮНЕСКО призывала отметить тысячелетие введения христианства на Руси как крупнейшее событие в европейской и мировой истории и культуре. Это был период правления Леонида Ильича Брежнева, который руководил страной почти 20 лет. Понятно, что система оставалась советской и неотвратимо приближалась к своему концу. Но именно в это время уже намного свободнее стало дышать. Бездействовать и молчать уже стало невозможно. Брежнев, сам фронтовик, сочувствовал простому народу и верующим. Одним из последних его указов был документ о передаче Русской Православной Церкви Свято-Данилова монастыря в Москве. И 17 мая 1983 года старинную обитель вернули. В средствах массовой информации начали появляться материалы о Русской Церкви как хранительница народной культуры и духовности. Торжества проходили во всех крупных городах и столицах республик. На празднование прибыло более 300 гостей, представителей различных епархий страны, священнослужителей из Польши, Финляндии, Голландии. Еще недавно мы не могли представить, что Русская Православная Церковь, рука об руку с государственными и общественными организациями, сообща, будут работать во имя укрепления мира, сохранения исторического и культурного наследия. Многие мероприятия празднеств широко транслировались по центральному телевидению. Это было невиданное дело. Просто чудо. Самым значимым событием в городе Сыктывкаре был первый приезд на тысячелетие Руси. В нашем городе Сыктывкаре приехал епископ Пантелеймон Архангельской епархии. Было это событие значимое, особо именно для нас. И тогда отец сказал, что говорит, что в советской власти что-то будет меняться. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Так красиво, так объемно. Я помню, я ездила, когда еще в Кочпе не жила, ездила сюда в храм, еду в автобусе, и люди говорят, а Попыт-то говорит, какие грамотные. А нам-то говорили, ничего не знают, неграмотные, не ученые люди. С таким восхищением говорили, мне было это приятно слушать. И люди в храм. А еще в Кочпе, начиная с тысячелетия крещения Руси, к крещению приходили под 300-400 человек. Мы даже вечерние службы отменяли, чтобы покрестить всех. Сперва крестили детей, а взрослых приглашали на 4 часа. Аминь. Боже, я же, где Боже, есть Господь, блоге, а люди, я же, и здравоохранение, если верю в гостины, в стихе Божий, просвети мы на скрещение, поющая Ти, алина, алина. Отец мне сказал, что вот это епископ Пантелимон. И первая встреча была, обратили внимание, на отца Иоанна, Лапко. Это был брат у отца Василия. Он как-то выделялся среди всех священников. И первая мечта, я знаю, что из разговоров, было возрождение этого храма постоянно. Вот цель была у отца Иоанна, именно этот храм возрождение, как действующий, как центральный. Его мечта была, чтобы он был действующим собором. А на тот период, в советское время, именно послабление было. И он всегда говорил, с отцом беседовали, вот если мы сейчас этот период не возьмем, то нам потом никто ничего не даст. Отец Иоанн Лапко. Тогда, в начале 90-х, никто из нас, кто переехал сюда из Воркуты и Инты, вообще никогда не видел священников. Этот батюшка был первым священником Свято-Вознесенского храма, который взялся за столь трудное дело восстановления. И он смог это сделать. Настоятель Иоанн Лапко пожелал потребовать это здание, чтобы дали нам для служения. Мы год-два ходили по организациям, которые должны были это дело нам помочь. Так с неохотой как-то. И мы даже не знали, к кому идти. У нас был один старый, заштатный, уполномоченный, хороший, Михаил Васильевич, забыла фамилию. Я ходила к нему и спрашивала, куда нам обратиться, чтобы нам помогли. И таким образом, по его совету, мы стали ходить. И нам дали этот храм на Казанскую 21 июля 1991 года. И мы сразу начали здесь приводить храм в порядок. Окна мыть. Отецент удивлялся он вон. Желающие бабушки приходили, в основном бабушки, готовили храм к открытию. Потом отецент пригласил сразу же художников из Украины. И они стали расписывать. Работа кипела. Все старались делать. И 23 ноября этого же года мы уже осветили этот храм. Тут был музей. Тут давали концерты. Я еще когда учился в музыкальном училище, вернее, училище искусства. Сейчас колледж называется искусство. Здесь проходили концерты разные, хоровые и камерного оркестра. Здесь был музей. В алтаре, к сожалению, была раздевалка. И тут было место сцены. Здесь размещался оркестр, хор. Мы были на концертах таких, сами принимали участие в этих концертах. А когда я уже пришел в храм, то есть как храм уже был, здесь уже проводились богослужения, стены были совершенно белые, чистые. Никакой росписи не было. Клироса тоже не было. Вот этих вот всех вот. То есть мы просто стояли вот тут рядышками, все, с краюшком. Когда наша хорошая знакомая нашей семьи, она, работая в театре оперы и балета, в хоре, она пела здесь уже на клиросе. Пришла к нам в гости, так разговаривали, разговаривали. И она меня пригласила тоже. Не хочешь попробовать петь? Попеть. Я пришел. Мужчины как раз всегда нужны, мужские голоса, тенор или бас. Я пришел, попробовал. Это был 92-й год. Да, как раз на Сретине был праздник, февраль, 15 февраля. Вот я первый раз пришел на службу. Мне вот понравилось. Так стал ходить, потихонечку петь, потихонечку воцерковляться. Работайте, Господи, со здравом, и радуйтесь, а не пусть гребет вам. Аллилуйя. Наши люди, святые, вечные славы. Аллилуйя. Пусть гребет вам, славы, 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 аллилуйя. Я пою в храме с 92-го года. Как только окончили, мы сможем музыкальное училище, и он стал петь хори, и я, конечно же, должна была ему помочь чем-нибудь. Но потом был большой пережив, потому что мы нянчились с детьми, с маленькими приходили сюда каждое воскресенье. А теперь дети подросли, и я более-менее свободна стала, и тоже прихожу, помогаю, когда возможно. В детстве я никогда не была в церкви, потому что у нас было совершенно советское, такое вот школьное, такое спортивное, такое советское, настоящее советское детство. И нигде никогда не упоминалось о Боге. Единственное, что в разговоре мы могли встретить слово Бог. В первую очередь я заметила, что здесь очень все хорошо звучит, потому что музыкой всегда занималась, вот поэтому заметила. Вот. Я думаю, что это способствует прославлению Бога. Исполни вечернюю молитву нашу Господь. Я поняла, что слушая все эти песнопения и слова особенно, мелодия, она помогает для хорошего, доброго восприятия, а слова, они довольно трудные в славянском языке, но тем не менее понятно, что это истинное учение, в нем все как-то так складывается, очень правильно все складывается. Аминь, Твоя душа моя, Господа, Господи, Господи, что значит восстановить или возродить разрушенный храм? Ведь, как говорили на Руси, церковь не в бревнах, а в ребрах. Поэтому в те годы слово восстановить значило очень многое вспомнить. Вспомнить забытое, порой утраченное навсегда. Я пришел как музыкант просто сюда. Мне дали ноты, я смотрел в ноты и пел по нотам. То есть у меня не было пока, пока еще не пришло вот это ощущение чего-то такого необычного. Это со временем уже. Ну, как и в оцерковлении, пришло не сразу. То есть не было какого-то такого события в жизни. Ну, Господь всех по-разному приводит. Прошел большой период времени. То есть я в 92-м пришел, до 96-го года. Это было 4 года. Я за 4 года как-то огляделся, осмотрелся. Понял, что к чему. Потом нам очень помогла Тамара Константиновна. Она замечательно. Она знала устав, она знала весь ход службы. Поэтому умела прекрасно читать, ставить нужное ударение. Ведь это очень большое значение имеет. Восстановление этого храма – труд очень многих людей. Самый старый храм Усть-Сысольска выжил и возродился. В новом времени, в новой исторической эпохе. Этот старинный храм стал местом воскресения для очень многих людей. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok